НЛМедиа представляет Аудиофикшн Здравствуйте! Это подкаст Аудиофикшн, подкаст издательства НЛО, в котором мы говорим о современных художных новинках, культовых книгах и незаслуженно забытых авторах, которых мы возвращаем читателю. Ведущая подкаста «Поэт», редактор серии «Художественная словесность» издательства НЛО Денис Лорионов и Денис Маслаков, журналист и исследователь. Сегодня у нас долгожданные гости Тамара Натановна Эдельман, историк, автор YouTube-канала «Уроки истории с Тамарой Эдельман». И мы должны соблюсти формальности «Иностранный агент» по мнению Министерства юстиции Российской Федерации. И в сегодняшнем подкасте мы хотели бы осветить связь художественной литературы и истории и задать те вопросы, которые Тамаре Натановне не задают в других многочисленных интервью. Тамара Натановна, здравствуйте. Добрый день. И первый довольно общий вопрос для старта разговора. С какого периода, на ваш взгляд, художественная литература стала считаться полноценным историческим источником? И насколько полноценным? Ну, вы знаете, это интересный вопрос. Я думаю, что это произошло когда-то в XX веке. Я вот не могу сейчас так сходу назвать точку, но вообще XX век сажен по-новому посмотрел на исторические источники, когда оказалось, что это не только, скажем, летописи или, не знаю, своды законов или археологические находки, а что вообще историческим источником может быть все что угодно. И тогда, соответственно, художественная литература тоже, естественно, стала источником. Другое дело, каким источником? Потому что я вот все время вспоминаю весь этот дикий скандал вокруг романа «Кот да Винчи», когда придуманную совершенно историю весь мир почему-то принял реальность. И там, значит, протесты, оскорбления чувств верующих, еще что-то. Это очень увлекательный роман, не имеющий никакого отношения к действительности. Но это, конечно, тоже исторический источник, но только не о судьбе Христа, а, скажем, о теориях заговора XX века. И вот можно так использовать. Вопрос, какие вопросы задавать источнику? Ну вот как раз продолжение этого вопроса, как бы нельзя не коснуться происходящего вообще сегодня, в широком смысле. И какие, на ваш взгляд, художественные тексты, необязательно создающиеся сегодня, а вообще в целом, собственно, объясняют происходящее сегодня? То есть из чего это сегодня состоит, помимо понятных военно-политических событий? И какие бы это тексты прежде всего созданы на XIX-XX веке? Художественные, да? Ну, может быть, вы помните, один из героев Курта Вонегута говорил, «Все, что надо знать о жизни, содержится в романе «Братья Карамазова». Ну, это можно немножко расширить и, скажем, сказать, все, что с нами происходит, содержится в романах Достоевского. Очевидно, ну, понятно, не в прямом смысле, а вот эти все комплексы, размышления о величии России, отвержение ее, нам, не знаю, стремление к добру и притяжение зла. Это все можно прям наложить на нашу сегодняшнюю жизнь и все там увидеть. Да, я тоже склонюсь, может быть, даже вот ко всей традиции, которую Достоевский задал, там, в фонде Мамлеева и так далее, и так далее, возможно, только я вот это вижу. Конечно. Для меня, например, очень такая важная вещь, это то, что, ну, вот сегодня всякие, значит, предъявляются претензии русской культуре, иногда вполне обоснованные, конечно, там, имперскость и так далее. Вот для меня настоящая русская культура, ясно, что в любой культуре, включая русскую, есть самые разные. Для меня русская культура опирается на представление, опять же, я просто люблю Достоевского, о слезинке ребенка. У нас вот царь Иван Карамазов отказывается от Царства Божия, если оно построено хотя бы на одной слезинке ребенка. Вот это, мне кажется, суть настоящей русской литературы. Со всеми, я бы сказала так, со всеми плюсами и минусами. Ну, минус не в том, что ребенка жалеют, естественно, а вот в этой вот такой идеологичности, в такой напряженности фанатичной. Здесь можно найти минусы, но одновременно, конечно, это нравственный накал, то, за что мы ее и любим, наверное. А вот мы не можем не коснуться книги «Вспомни все», которая недавно вышла в НЛРУ, книга «Баршево отца» Натана Эдельмана «Известной историкой», где довольно много статей посвящены русским писателям. Диапазон, там, от Пушкина до Герцена. И в продолжении того, о чем начал говорить Денис в первом вопросе своем, я хотел немножко расширить, может, его. И вот насколько связь истории и литературы была для него важна, для вашего отца, и насколько, вот еще более расширить вопрос, насколько вообще для российской исторической школы, я спрашиваю это скорее как литературовед и как литературный критик, который к истории не имеет никакого отношения, частью которой был ваш отец или не был. Актуально вот некоторое скептическое отношение к источнику как к литературе. Я поясню, что это немножко такой паз в сторону вот метаисторического подхода, связанного с именами Хейдена Уайта, Франклина Анкер-Смита и многих-многих других, которые уже классики современной исторической науки, искали западную, да? И насколько вообще для русскоязычной традиции вот такой скепсис к источнику характеристики. Ну, вы знаете, мой отец получил по полной программе, конечно. Всю жизнь его упрекали, очень смешной. Его упрекали в том, что он слишком интересно пишет, потому что это не наука. Потому что наука – вот знаете, это такие представления, как немецкие учёные 19 века. Вот если писать, то 15 томов, в которых всё подробно изложить, позитивистки, вот это. И был, конечно, скандал большой, когда под конец жизни он искал каких-то новых путей, и он вдруг написал роман о Пущине, Большой Жану. И это действительно какой-то был совершенно новый выход для него. И я, например, встречала людей, которые мне говорили, что это, например, самая любимая их книга. И на него ужасно обрушились. Тогда в литературной газете огромная была разгромная статья Зельберштейна. Ну, что вот, мол, что это за... Ну, грубо говоря, что это за моветон такой. Ещё придумывать от лица декабриста, писать. Вот, мол, значит, ну, плюс там идейные разные всякие были. Вот. А это вообще-то вполне такое возможное пересечение. А в нашей стране, мне кажется, существуют совершенно разные традиции. Ну, то есть есть традиция учёная бу-бу-бу-бу-бу, бу-бу, да, сносочки там, некоторые аспекты постановки вопроса и так далее. А есть, если уже популярность, ну, если уже интересно, то почему-то это, скорее всего, жёлтое будет всё. Это будут какие-нибудь пирамиды построили пришельцы. Вот это. Вот то, что делал мой отец, я вижу, например, ещё один пример ярчайшей подобной вещи. Это книга Гаспарова «Занимательная Греция», которую, с одной стороны, невероятно интересно, да, в любом возрасте, а с другой, это написано выдающимся учёным, это видно. Вот это, ну, на самом деле, я не уверена, что и в других странах этого много. Но это, конечно, ярчайший случай. Что делать? Жаловался первый пушкинист Аненков. Пушкин в столице, он женат, он уважаем, и потом вдруг он убит. Сказать нечего, а сказать следовало бы, да ничего в голову не лезет. Есть кое-какие факты, но плавают они в пошлости. С тех пор, как были написаны эти строки, вышло множество трудов о гибели поэта. Четырежды переиздавался и вскоре ещё раз будет напечатан с новейшими комментариями классический труд Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Недавно читатели познакомились с интересной, глубокой, нравственно-точной работой «Абрамович. Пушкин в 1836 году». И всё же, и всё же, каждый пишущий и читающий о Пушкине, углубляясь в дьявольские хитросплетения интриги, ищет ответы на вопрос главнейший и простейший. Так от чего же погиб Пушкин? Ищет и затрудняется. Натан Идельман и сборника статей «Сказать всё». Вот о чём хотелось бы обязательно поговорить, уже раз вы уже упомянули ту самую отмену русской культуры. На вашем канале стали довольно часто выходить лекции о классиках русской литературы, о Гоголе, о Толстом, о Достоевском, о Чехове, вот выходил недавно, может быть, я кого-то упустил ещё. В чём вы видите ваш личный интерес к каноническим фигурам, ещё и в той ситуации, когда литературный канон, как вы уже сказали, подвергается всестороннему подозрению и, возможно, небеспочвенному. Вы знаете, во-первых, я очень люблю русскую литературу, по крайней мере, 19 века. К 20-му у меня там есть разные претензии, но там тоже есть книжечки, которые имеет смысл читать. Вот. А это то, на чём я выросла, на чём я воспитана. И тоже, когда я сегодня, ну, я не знаю, понимаете, я со своими учениками, скажем, мы с ними всегда читали на уроках истории, мы читали стихотворение Пушкина «Клеветникам России», которое, конечно, сегодня читается прямо шокирующе совершенно, при том, что оно гениально написано. Вот это как раз тоже пример исторического источника, это пример его взглядов и так далее. Но как-то мне никогда не приходило в голову, что из-за этого надо там Пушкина отвергать. У Достоевского уж такое тоже можно найти. Да у кого нельзя найти-то? Мне трудно подумать о писателе, который бы меня чем-нибудь не шокировал. Ну и что? Ценим мы их не за это. На самом деле, в обычной жизни тоже, ну, редко встречается человек, который бы вот было абсолютно стопроцентное совпадение всех взглядов и ничем бы он не отличался и не раздражал. Когда тем более, если мы говорим, скажем, о XIX веке, имперскость-то везде была, где её не было. В Англии посмотреть, ого-го, Киплинг и не только он, и много всего другого. Но, во-первых, есть художественные качества, во-вторых, есть вот это вот самое нравственное накал невероятное, которое для меня очень важно. А с другой стороны, вот эти, если мы говорим про эти мои лекции, ну, я же не литературный вед, я говорю об этих людях, ну, как бы с точки зрения истории культуры, скажем так, их роли в обществе. Вот это никуда не денется. И очень интересно как раз посмотреть, как, вот я пыталась эту лекцию о Пушкине сделать, что вот как разные поколения видели в Пушкине разное. И они были совершенно, вот Пушкин, скажем, 1880 года, когда пушкинский памятник и речь Достоевского, и Пушкин 1937 года, когда отмечали такую странную дату до юбилей смерти. Это совсем разные Пушкины. И Пушкин убитого в Пушкинском доме, или Пушкин Цветаевый. Это тоже разные абсолютно. И в этом их интерес, что мы живем с этой культурой какие-то новые, новые слои. Они намоленные, скажем так, эти все люди. Да, простите, я тут ставлю такую заметку на полях. Я тут недавно был в Тбилиси, в книжном магазине, и там был журнал как раз-таки 1937 года, посвященный, видимо, столетию смерти Пушкина. А журнал назывался «Колхозные ребят». А на обложке была сцена дуэли, точнее уже конца дуэли, когда Пушкин лежит на снегу, а Дантес стоит рядом. И вот этот и заголовок «Колхозные ребята». Прям вот мне врезалась память. Да, очень характерно. Я еще хотел дополнить этот же вопрос. А вы сами как-то для себя переизобрели кого-то из этих классиков, открыли заново, когда готовились к этим лекциям и записывали их? Ну, я вот совершенно по-новому посмотрела на Чехова. Чехов, ну, естественно, я его там миллион раз читала и пьесы, и все, но как-то не так много он для меня значил, как, например, там, ты же самый Достоевский и Толстой. И, готовясь, я перечитала книги Александра Павловича Чудакова и как-то вот совершенно тоже какими-то новыми гранями для меня Чехов повернулся. Ну, мне всегда было ясно, ну, какие-то банальности типа того, что Чехов это предшественник XX века, абсурда во многом и много всего другого. Но вот эта вот идея Чудакова о том, как повествователь убирается Чеховым, она, мне кажется, такой важный для всей культуры конца XIX века невероятно. Вот я позволю себе задать вопрос, который, вот вы сказали, меня это зацепило, что называется, я как-то начал думать, что XIX век для вас безусловен, ну, если я правильно понял, как некий такой первочтение, во многом детское, юношеское и так далее. А XX век у вас к нему есть вопросы, я не могу сказать вам такой вопрос, какие же есть вопросы к XX веку, просто очень интересно. И каким образом для вас XIX и XX век скорее версус такой, нежели какой-то естественный процесс. Сейчас я на самом деле думаю, что может быть то, что меня отталкивает в литературе, ну не отталкивает, что так скребет в литературе XX века, это то, что я прощаю XIX в какой-то мере. Ну, то есть, честно скажу, что современная литература, вот совсем современная, это не моё. А вот, если мы говорим, ну, грубо говоря, как классики XX века, у меня к ним, ну, не ко всем, но ко многим, к Бабелю, к Булгакову, у меня к ним есть претензия, ну, к Багрицкому, конечно, это их преклонение перед силой, такое нитшанское. Вот я это вижу, знаешь, ну, вот Бабель, если не бендюжники, то бойцы первой конной. И вроде бы всё ужасно вокруг, да, там бьют, убивают, а вот всё равно притягивают. Вот это вот, я понимаю, это такое желание хилого одесского мальчика в очёчках, значит, выйти к новому миру. Мы знаем, что это многих, это вообще характерно для многих в 20-м веке. Точно так же, как на Западе, скажем, многие по этим же, более-менее, причинам тяготели к фашизму, ну, хотя бы в итальянской форме, а кто-то и в немецкой. А нашим вот нравилась эта сила, эта мощь, новые какие-то идут люди, новые явления. И вот это, при том, что, ну, я их очень люблю всех читать, да, и как с помидорами, да, есть люблю, а вообще ненавижу. Вот что-то меня это как-то коробит. Вот единственный, кто меня не коробит из великих, хотя я знаю, что ему это тоже ставят в вину, это Платон. Потому что, ну, да, вот, понимаете, не знаю, а у меня вот всегда еще, я знаю, что это еще есть версия, что это все, как бы, воспевание этого мира. А у меня ощущение как раз, что там идет отторжение его. Может быть, помимо его воли. Вот в Чевенгуре, ну, я уже не говорю про Котлава. Было бы интересно увидеть передачу на вашем канале про Бабеля, я тут подумал. Это было бы, это просто как бы вот идея. Это, кстати, очень хорошая идея, надо подумать. Да. Я хочу задать такой вопрос. Вы вот как раз только что сказали, что с современной литературой у вас такой дисконнект некий, а при этом, как бы, после 24 февраля произошел такой, ну, как мне кажется, такой новый всплеск художественной литературы и поэзии, может быть, особенно. Читаете ли вы что-нибудь художественное, что-было написано после 24 февраля, что-то вас цепляет? За кем-то вы следите особенно или нет? Ну, если честно, то, во-первых, мне как-то вообще не до... Ну, то есть, мне там Фейсбук подбрасывает какие-нибудь стихотворения Жени Берковича. Я, конечно, их читаю, пускаю слезу. Это естественно. А так, ну, если у меня есть время читать что-то, кроме подготовки к лекциям, а его очень мало, то я... Вот у меня лежит «Преступление наказания». Хорошая книжка. Да, прежде чем Денис скажет, задав следующий вопрос, я напомню, что Фейсбук у нас является экстремистским сообществом по версии того же Роскомнадзора. Я вот, ну, как бы... В некотором смысле продолжение вопроса Дениса, но с другой стороны, как бы, скорее, именно не как читателю, а именно как историку, историку культуры, как вы себя обозначили, мне кажется, довольно верно, да? Вот сегодня, возможно, вы видели это, ну, это трудно не заметить, со стороны определенных, скажем, полей литературного сообщества, которые до определенного момента были абсолютно оригинализованы, как может быть вообще литературное сообщество в России в целом. Есть направленность использовать литературу, ну, как в старые времена, как пропаганду, что это как бы можно забивать гвозди, там, и так далее, и так далее, и использовать в качестве для определенного социального заказа, и литература должна обслуживать низшие классы, и так далее, и так далее. Как вам кажется, вот с высоты вашего опыта, исследовательского опыта, вот я знаю, что вы большая ценительница текстов Евгения Добренко, который очень много об этом писал. И как вам кажется, возможно ли это в современном мире? Или эти люди просто, это их wishful thinking, и они ошибаются? Ну, вы знаете, мне кажется, в нашей стране такой мощный, вот опять же, с 19 века идущий тренд вот этого представления о социальном заказе литературы, ну, там, от 60, 60-ников 19 века, ну, и, кстати, от 60-ти 60-ников 20-го тоже в какой-то мере. Это очень, хотелось сказать, что от этого не избавиться, а потом подумала, что в какой-то мере, что это имеет право на существование. Опять же, здесь есть свои дурные и хорошие стороны. Мне чужд такой подход к литературе. Я люблю, ну, вы поняли, знаешь, если я люблю Платонова, то я немножечко другую литературу люблю. Но, с другой стороны, вот это вот такое служение литературы, не знаю, народу, да, это действительно можно использовать просто как для промывки мозгов. А можно это всё совсем по-другому повернуть, когда мужик не Блюхера и не Милорда Глуб Белинского и Гоголя с базара поднесёт. И, в общем, я понимаю это, это вот стремление, это желание. Так что я понимаю, грубо говоря, каких людей вы имеете в виду, и мне совсем не хочется с ними ассоциироваться. Но я думаю, что этот же тренд можно совсем по-другому не выпускать. Ну да, я соглашусь. Кстати, что касается Платонова, он же действительно, если я правильно понимаю, действительно его можно разным образом интерпретировать и таких интерпретаций на английском языке, на немецком и на русском очень много. Но он воспринимал своё творчество именно как некое социальное служение с самого начала и до самого конца. В этом во многом его... И понимаете, вот сейчас тоже я записывала лекцию про Серебряный век. Уж казалось бы, более элитарных, изысканных, думающих только о форме людей трудно себе представить. И так оно, наверное, и есть. Но при этом, вот я так посмотрела, они же все занимались мироустройством, преобразованием человека и мира. Естественно, не так, как предыдущие поколения, но ведь это тоже в какой-то мере служение. Вот у нас, извините за банальность, но фраза «поэт в России больше, чем поэт», она остается все равно актуальной. Постави память. Да, наверное, но может быть, что-то такое живет. Я бы еще хотел задать вопрос по поводу связи, тесной связи художественной литературы и истории. Тамара Натановна, добрый друг издательства НЛО, и очень часто на своем канале пишет о наших книжках. И вот недавно писала о книге, о книгах Владислава Аксенова, в том числе о книге «Война патриотизмов», которая вышла совсем недавно. И как мне кажется, в этой книге вот эти вот вставки из художественной литературы играют очень важную роль, потому что, ну как мне показалось, художественная литература именно вот в эти вот момент нерва времени, вот в ощущение этого коллективного психоза, художественная литература фиксирует какие-то очень важные вещи, которые не может зафиксировать документалист, человек, который документирует это время. Вот что вы думаете на этот счет? Да, конечно. И мне кажется, не только в такие, вообще всегда. И понимаете, опять, если вернуться к началу 20 века, вот как эти все люди Серебряного века предчувствовали наступающий ужас. И опять, вроде бы, вот для меня все Андрей Белый пример, человек абсолютно вне каких-то прагматических вещей, бытовых вещей. Или Пастернак потом. Вот они совершенно в бытовой жизни абсолютно какие-то беспомощные, странные, думаю, что сильно раздражавшие окружающих люди. А вдруг они начинают писать, и у них какие-то такие прозрения, вот что в Петербурге у Белого, что в Докторе Живаго, такие прозрения исторические, потрясающие. Может быть, именно потому, что история, ну, они позволяют, они делают шаг в сторону, и они издалека смотрят на исторический процесс. Историка есть, особенно, конечно, вот чем дальше туда, ближе к XIX веку, тем больше. Ну, и сегодня у историка есть эта опасность, знаете, вот с лупой так носом упереться в какой-нибудь конкретный кусочек. А писатель, он совсем всё по-другому здесь видит. Вот я, извините, сейчас совсем в другую сферу, но мне кажется, это о том же. Когда меня спрашивают, какой, я считаю, самый хороший исторический фильм или сериал, я всегда говорю, что это «Игра престолов» для меня. «Игра престолов» хотя там совершенно фантастический мир, и он сделал, Джордж Мартин, на самом деле тоже про литературу, он сделал свой мир так, как историк сделать не может. С точки зрения историка там ересь, потому что кусочки из, скажем, древнего Рима соединены со средними веками, соединены с возрождением, разные страны. Это неправильно, так быть не должно. Но таким образом, так как у него фантастический мир, то он видит какие-то закономерности исторические. Вот в этом преимущество литератора. А, конечно, если литератор просто начинает «Наполеон вышел и подумал», ну, это тоже… Вот, конечно, то есть если мы начинаем литературное произведение воспринимать как чёткий исторический источник, вот это то, что произошло с романом «Война и мир». по которому уже много поколений воспринимают войну 1812 года и то время. И хотя сам Лев Николаевич говорил, что вот он напишет такое Бородинское сражение, которого ещё не было, он же там всё переврал. А где не переврал, ну, нехорошее слово, да, по отношению к великому, он всё нафантазировал. А где не нафантазировал, он подгонял под свою теорию истории. А все считают, что так оно всё и было. Вот точно как он написал. Ну, то есть можно часами доказывать, что неправильно с исторической точки зрения в романе «Война и мир». Ну, вопрос, нужно ли это. А вот Доминик Ливен, историк английский, который много пишет о России, он замечательно совершенно написал, что вот в 1813 и 1814 годах русская армия воевала куда лучше, чем в 12-м. И он говорит, я всё задаюсь вопросом, а почему в русской культуре совершенно вот эти годы, то, что у нас называется заграничные походы русской армии, они никак не осмысляются. Ну, и он там разные приводит причины, и в частности потому, что в «Войне и мир» про них нет практически ничего, а значит, всё это не важно. Волшебная сила канона. Это, да, а можно сказать, что это тоже социальная функция искусства. Да, воображение, историческое воображение. Да, так оно сложилось. Ну, или там, скорее всего, Борис Годунов не убивал маленького царевича, но Пушкин сказал, а Мусоргский повторил. Ну, и пойди поспорю. И, наверное, последний вопрос. Я такой немножко гадательный, что ли, я много об этом думаю, и многие, наверное, люди об этом думают, тоже связаны с литературой, с историей, вообще с культурой. Вот перед нами, конечно, это всё, к сожалению, разворачиваются тяжелейшие события, военно-политические, историко-культурные и так далее, которые сталкивают нас с таким, не только нас, конечно. Нас я имею в виду, потому что, как говорят себя. Филорически. Да. С такими как бы психологическими феноменами, историческими феноменами, вообще антропологическими феноменами и так далее, и так далее, да, то есть политическими феноменами, которые, ну, как бы, вот в старые времена, и вы назвали несколько примеров, там, в диапазоне от войны мира, Петербурга, доктора Жуага, которые буквально нас, как бы сталкивают с механикой буквально вот определенного периода, вот, а в случае Петербурга это просто явлено четко за счет вот этих постоянно тикающих часов, часов в машине, да. Да, я это просто чувствовал, когда читал этот роман. Да, да. Как вам кажется, возможно ли на русском языке в какой-то момент может ли быть написан какой-то роман, вот, который бы это все каким-то образом вместил? Вы знаете, я сейчас ужасную вещь скажу, но вообще, если вдуматься, то все кризисные моменты, революции, войны, за которые люди платят кровью и слезами, они потом дают взлет культуры. Это видно очень хорошо. Да, 1812 год, ну, вот там, 905-й, например, даже русско-японская война, вот как Ахматова говорила. Но в России, скажем, Первая мировая не отразилась так сильно, потому что много чего было другого. А по всему миру она дала огромный взлет литературы. И у меня ощущение, что, ну, то есть, после того, как сам кризис проходит, то появляются люди, которые хотят это осмыслить. И другое дело, что культура очень сильно меняется, конечно, под воздействием вот этих всех ужасов. Это тоже хорошо видно на, скажем, культуре западной 20-х годов, когда, вот живопись особенно, да, вот после мрака Первой мировой войны, с одной стороны, мир там пляшет через тон, всё такое, а вообще-то, а культура становится какой-то невероятно мрачной, и какие-то новые формы совершенно, как выразить, невыразимые. И я думаю, что сейчас тоже ужас настолько велик, что я уверена, что будут какие-то великие произведения, может быть, не литературные, может быть, кинематографические, не знаю, какие-то ещё музыкальные, но я думаю, что будет вообще какой-то новый язык совершенно выработан художественный. И поэтому я не берусь сказать, кто будет героиней или героем. Это может быть совершенно какой-то абсолютно неожиданный человек. если мы посмотрим тоже и на Петербург, и на доктора Живаго, так вот, взять и предсказать, что будут вот такие герои, довольно сложно. Это может быть солдат, это может быть мирный житель, это может быть там, я не знаю, ребёнок, да, вот как Иваново детство Тарковского. Это может быть всё что угодно, но я уверена, что будет какой-то новый язык, скорее всего, он будет страшный. Ну, пока не менее, точно с учётом происходящего. Да, конечно. Даже это не обязательно, что это будет вот, ну, что-то типа войны мира. Это может, вот, знаете, для меня пример, скажем, сюрреализм, который в 20-е годы развивается, и они же, они же не осмысляют Первую мировую войну, вроде бы. У них нет вот непосредственно таких картин, но вдруг они открыли для себя какую-то вот эту вот подкладку человеческого существования. Не было бы Первой мировой войны, наверное, они бы по-другому смотрели на меня. Вот я думаю, что здесь тоже будет что-то в этом роде. Может быть, эти великие произведения будут о чём-то совершенно вот прямо не описывающим сегодняшнюю жизнь. Но они всё равно будут о ней. Мне тут пришла в голову одна такая закономерность. Тамара Натановна, вот каждое интервью у вас заканчивается вопросом о предсказаниях. А что будет? В этот раз мы спрашиваем о том, какой будет литература будущего, какой будет герой будущего. А вам эти вопросы... Как вы вот к этим вопросам относитесь вообще? Потому что, мне кажется, действительно, в каждом интервью вас об этом спрашивают. Я очень устала от этих вопросов. Нет, понимаете, про литературу будущего... Не-не-не, про литературу будущего меня ещё не спрашивали. Этот вопрос меня не шокирует. Наверное, потому что я здесь выступаю как... Ну, я же не литература вед. Литература... Я пользователь. И я, говорит, полагаю, что будет вот так. Когда меня спрашивают, как будет развиваться событие, это исходит... Люди исходят из того, что историки знают, как они будут развиваться, потому что они знают прошлое. Но историки этого не знают. Это Маркс поселил в советских людей уверенность в том, что вот, значит, есть производительные силы, производственные отношения, они вступают в конфликт, и дальше всё расписано. И то. Там подробности нельзя было расписать. Но это очень упрощённое представление об истории. История непредсказуема. Отвечаю я каждый раз на этот вопрос. В этом её ужас и в этом её прелесть. Потому что она может быть непредсказуема в разные стороны. Ну что ж, вот на этой фразе мы, наверное, уже точно закончим наш сегодняшний подкаст. Мы благодарим Тамару Натанну за интересный разговор и напоминаем о книге её отца, изданной в НЛО. Ссылку на неё и на другие книги, которые мы сегодня обсуждали, вы найдёте в описании выпуска. Слушайте наш подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке и других стриминговых сервис. А до встречи в новом выпуске. Спасибо всем большое. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok